Продолжение следует... Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «События». В студии работает Виктория Бичурина. 8 дней – 400 километров. Велопробег «Мысль имеет значение» в поддержку людей с особенностями психофизического развития 3 сентября финишировал в Минске. За плечами велосипедистов – нелегкий маршрут из Гродно в столицу Беларуси. Впрочем, дистанция в этом пробеге совсем не главная. Велопробег «Мысль имеет значение» инициирован ПРООН в Беларуси и поддержан партнерами из госструктур, общественных организаций, дипломатами. Он посвящен продвижению здорового образа жизни, устойчивого туризма, а также повышению осведомленности общества о важности психического здоровья. Маршрут велопробега пролегал через живописные места, исторические и культурные достопримечательности Гродненской и Минской областей. В пути участники акции посещали специальные учреждения, в которых происходит обучение или лечение людей с инвалидностью, встречались с семьями, в которых живут люди с особенностями развития, представителями местных организаций и жителями районов, обсуждали тему общества равных возможностей. Одним из основных пунктов на карте стала и Сморгонь. В нашем городе велолюбители навестили дружное семейство Данут-Ирак. Женщина возглавляет Сморгонскую первичную организацию «Огонек надежды» Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. С одной стороны, конечно, мы едем на велосипеде, это очень здорово, очень полезное занятие. У нас прекрасная возможность посмотреть на красоты белорусской природы. Мы по пути знакомимся с большим количеством замечательных ваших людей, мы беседуем с ними. В нашем вот сейчас нынешнем велопробеге участвуют представители семи, восьми разных государств. Но основная задача, конечно, этого велопробега, это получить опыт общения с людьми, с которыми мы останавливаемся и беседуем по мере движения. Особое внимание мы уделяем во время этих бесед и общения вопросам психического здоровья, психических заболеваний, психических расстройств. Вот видите, у нас на майках написано по-английски «mind over matter», это название нашей компании под эгидой, которую мы и организовали в велопробег. Это официально переводится как «мысль имеет значение» или «другое значение» — это торжество силы духа над телом. То есть, другими словами, если что-то человек решит, он может достичь это вне зависимости от того, какие у него есть физические решения. По пути исследования мы встречаемся с людьми, выслушиваем те проблемы или вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и уже у нас формируются какие-то идеи, рекомендации. Может быть, в некоторых вопросах мы уже могли в чем-то помочь. Ну и плюс к этому, то, что мы едем по городам, общаемся с людьми, вот тот посыл, который мы пытаемся донести, может быть, немного, помог действительно развеять какие-то стереотипы, отказаться от стигматизации и страхов, связанных с общением с людьми с особенностями психического развития. Как ни посмотри на это, в любой стране мира, изоляция для этих людей и их семей никогда не может быть позитивным решением. В отличие от многих других семей, с кем мы общались, семья Дана и Василия, как раз прекрасный пример, который вдохновляет всех нас, когда они объединяют вместе через свою деятельность 90 человек, 80 семей, которые регулярно общаются и ищут совместное решение для своих проблем. Один из участников велопробега – председатель Лицкой районной организации инвалидов-колясочников Александр Авдевич. Для него это не первое длительное путешествие на хендбайке. На собственном примере он доказывает преодоление ограничений реально. По мнению Александра, сегодня в первую очередь надо менять стереотип в сознаниях людей об образе человека-инвалида. Наверное, мотивации больше нужно придать именно пиарщикам, именно показать человека с ограниченными возможностями со стороны героя, а не со стороны жертвы. И чем больше таких примеров будет показываться, вот, допустим, сегодня, когда мы выступали перед первоклассниками, да, ну, там, скажем, это дети, которые там, возможно, первый раз, 90% из них видела человека в коляске, да. Я вспоминаю свой первый раз, я по умолчанию его жалел, да, то есть мне родители говорили, ты что там, это больной, там, это такое-то, да. Да, я думаю, что многие из нас примерно так же, с таким же чувством видели этого человека. А вот сегодня получилось так, конечно, случайно получилось, то, что, когда я туда выехал, то есть, знаешь, приехали какие-то иностранцы, стоит там мэр города, все так чинно, классно, все там прям понимают, что это событие, и выезжает какой-то парень на коляске, да, и уверенно там со всеми общается, и потом еще говорит слово. И в информационном пространстве детей возникает немножко, ну, я не знаю, ломается система. Вполне возможно, это может быть успешный человек, да, который может быть их другом и наравне с ними решать, ну, проблемы, или там даже быть их боссом. Велопробег принес вполне конкретные результаты. Представителям СМИ их озвучил Санако Самарасинха. Уже по мере нашего движения мы встречаемся с людьми, устанавливаем какие-то связи, знакомства, уже формируются сети предоставления ресурсов по мере необходимости. Также посольство Индии в Республике Беларусь любезно предложило свою помощь по ремонту и реновации детского садика для детей с инвалидами. Через буквально один-два месяца мы вместе с министром труда и социальной защиты Республики Беларусь анонсируем запуск национального плана действий по реализации положений конвенции по защите прав людей с инвалидностью, которая была ретицирована Республика Беларусь. В рамках тоже соблюдения принципа верховенства права мы сейчас работаем с огромным количеством партнеров, организаций в ней и внутри Беларуси по изучению и анализу существующего законодательства Республики и приведения его в соответствие всем принципам, которые предусмотрены, опять же, конвенции по защите прав людей с инвалидностью. В продолжение темы. Детский оздоровительный лагерь «Орленок» совсем недавно проводил последнюю смену отдыхающих юных сморгонцев. И вот снова его территория наполнилась веселыми детскими голосами. Здесь прошел очередной спортивно-туристический слет для семей, которые воспитывают детей и молодых людей с ограниченными возможностями. Друзья, игры и атмосфера радости. Три дня полноценного отдыха провели родители и ребята района и первичной организации «Огонек надежды» Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. Уже не первый год весело и активно дети с ограниченными возможностями преодолевают свои преграды на базе летнего оздоровительного лагеря «Орленок». Нынешний слет отличается тем, что проводится в рамках проекта международной технической помощи «Искусство за инклюзию людей с инвалидностью, улучшение доступа к социальным услугам». Сегодня мы здесь собрали всех на спортивно-туристический слет. Все преграды продали мы, которые проходят уже вот девятый год. Это у нас девятый слет уже. Каждый год мы проводим это мероприятие. Дети с нетерпением ждут, всегда звонят, задают вопросы, будет ли в этом году такое мероприятие. Все довольные, все веселые бегают. Всем очень нравится вот этот наш слет. Культурно-развлекательная программа туристического слета была насыщенная. В ее рамках были организованы спортивные состязания, состоялись выступления участников спортивно-туристической секции и театральной студии. В фойе корпуса ученики Эдуарда Клыши, который является руководителем инклюзивной фотостудии, представили выставку любительской фотографии. В нашем инклюзивном клубе занимаются дети с инвалидностью, дети без инвалидности, их не родители, то есть мама и папа. Все мы вместе учимся фотографировать. Сзади меня вот мы сделали небольшую такую выставку. У нашего инклюзивного клуба есть достижения. Вот фотография Светланы приняла участие в выставке, международной выставке 4383 на детство. То есть мы не сидим только в сморгоне, мы стараемся идти дальше, принимать участие в каких-то конкурсах, развиваться. Фотокружок для меня это большая удача, я считаю. И Эдик я не ожидала. Он такой профессионал, столько много мне дал, рассказал по полочкам. Он даже индивидуальные занятия проводит, не то что групповые. По обработке фотографий очень много. Вот короткая выдержка, длинная выдержка. Мы выезжали, куда мы выезжали. Залесье, это купали, в парке фотографировали, потом ночная съемка. Это в любое время. Пофоткать. Да, и мы по телефону консультируемся. Это для меня такая удача, для нашего города. Уже не раз доказано, мир не без добрых людей. С музыкальным оформлением отдыхающим помогали волонтеры-студенты Минского музыкального колледжа. Спортивный инвентарь предоставили средняя школа номер 7 и Сморгонский социальный центр. Участники турслета имели отличную возможность провести время на природе среди друзей и получить запас энергии и позитивных эмоций на целый год. Мы приехали посмотреть, как проходят мероприятия, как родители отдыхают. Мы и раньше были здесь в гостях, когда это было не в рамках проекта. Это, конечно, было намного сложнее, потому что приходится искать спонсоров для того, чтобы осуществить вот такую вот замечательную задумку для ребят, для родителей, потому что им это очень важно и необходимо. Сейчас, когда есть целевые деньги в проекте, немножко им, наверное, проще было это все организовать. Мы рады, конечно, что такое мероприятие продолжается. Хотели бы, чтобы такие мероприятия проходили в каждой нашей первичной организации, потому что это очень важно для ребят и родителей в том числе. Я работаю в Белобдюшу более, считайте, 25 лет. У нас в организации это 52 организационные структуры. Кажется, там много. Это более 2,5 тысяч семей, которые воспитывают людей с инвалидностью. И не все возьмут на себя такую ответственность, реализовывают какие-то определенные проекты, потому что это очень тяжело, учитывая то, что все наши председатели в основном – это родители, которые имеют очень тяжелых детей. И поэтому уделяю, отнять время у своей семьи для того, чтобы кому-то помочь. И приятно очень, мы уже не первый год сюда приезжаем, и очень приятно, что люди, которые окружают, которые не имеют инвалидности, которые подключаются к этим мероприятиям. Поэтому хотелось пожелать, чтобы люди, которые не имеют инвалидности, которые не связаны с этим, понимали, что все, что они кому-то помогают, оказывают какую-то спонсорскую помощь, что она не идет куда-то. Она на самом деле приносит очень много, массу впечатлений, наверное. И самое главное, что они понимают, что они не просто так отдают эти деньги, что они кому-то помогают. В этом году к сморгонцам присоединилась команда первички «Надежда» из Молодечна. Надолго в памяти участников останутся соревнования для мам, праздник садкоежек, вечер знакомств, вечеринка с воздушными шарами, игровые программы и многое другое. Мы приезжаем сюда, в Сморгонь, в этот лагерь. Я приезжаю третий раз. Вместе с ребятами. Конечно, атмосфера и отношение к ребятам всегда на высшем уровне. Мы с удовольствием посещаем лагерь, ждем приглашения целый год. Ребята волнуются, будет ли на следующий год лагерь, будет ли смена. Конечно, здесь царит атмосфера дружелюбия, доброты, теплоты, взаимопонимания, взаимопомощи. То, как ребята общаются между собой, то, как они дружат, как они участвуют в спортивных мероприятиях, какая-то сплоченная команда, где есть и дети с особенностями развития, и здоровые дети. Как они вместе бегают, в эстафетах участвуют, как они болеют друг за друга, помогают друг другу. Это очень-очень приятно. Целый год ждем этого соревнования. Все надежды только на то, что это сбудется. Спасибо девчатам за их труд, за их просто самоотверженность эту. Ну а нам что дает? Боже мой! Мы приехали отдыхать, соревноваться и насмеяться, рассказать друг другу. То и дело поляна гостеприимного детского лагеря «Орленок» расцветало от обилия детских улыбок и радостного смеха. Турслет закончился, оставив за собой массу незабываемых эмоций, позитивного общения, номера телефонов новых друзей и фото на память. А ведь это самое главное, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя полноценными в обществе не на мгновение, а всегда. К сведению, в этом году Сморгонская первичная организация «Огонек надежды» отметила свое 20-летие. Сморгонская первичная организация «Осмех надежды» Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Под пристальным наблюдением. К сожалению, в нашем обществе еще немало людей, которые не в ладах законом. За совершенные правонарушения и преступления их наказывают и ставят на учет в соответствующих службах. Постоянно контролируют по месту жительства. Среди множества задач, решаемых органами внутренних дел в области борьбы с преступностью, одной из важнейших является предупреждение повторных преступлений со стороны лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Так, сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции Сморгонского РОВД во взаимодействии с Управлением по труду, занятости и социальной защите, а также с представителями других субъектов профилактики, было проведено выездное заседание наблюдательной комиссии в агрогородке Вишнево. Оно проходило в кабинете председателя сельского исполкома. Сюда к указанному времени собрались лица, поведение которых подлежало рассмотрению. С пришедшими была проведена информационно-разъяснительная работа о недопустимости повторного нарушения законодательства. Также доведена информация об имеющихся вакансиях. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции РОВД ответили на вопросы присутствующих. В целях стабилизации оперативной установки на территории Сморгонского района Сморгонским исполкомом проводятся наблюдательные комиссии, выездные заседания. На данное заседание приглашаются лица, состоящие на учете в Сморгонском РОВД, в частности в уголовно-исполнительной инспекции. В уголовно-исполнительной инспекции стоят лица, осужденные за различного рода преступления, отбывающие наказание, не связанное с лишением свободы. Ну, соответственно, приглашаются для того, чтобы стабилизировать их поведение, провести профилактическую работу с ними. В очередной раз, можно так сказать, определить их путь жизненный, чтобы они поняли, какие ошибки совершили в этой жизни. Значит, соответственно, приглашаются центры занятости населения Сморгонского районского полкома для того, чтобы определить место работы неработающим лицам, состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции Сморгонского РОВД. Значит, приглашаются представители наблюдательной комиссии именно по профилактике правонарушений. То есть, ну, соответственно, проводятся беседы с лицами для того, чтобы они впоследствии не допускали нарушений общественного порядка, условий отбытия наказания, чтобы стали на путь исправления лица, состоящие на учете. Так как проживают они семьями, чтобы не было ни скандалов в семье, опять же, проводятся также с ними беседы профилактического характера, принимают участие, соответственно, и другие службы Сморгонского РОВД, и не только, и РОЧС проводят беседы о противопожарной безопасности, ну и так далее. Выездное заседание проходит во всех сельсоветах района. Всего за семь месяцев текущего года наблюдательными комиссиями была проведена профилактическая работа почти сотней граждан, находящихся на учете в уголовно-исполнительной инспекции Сморгонского РОВД. Такое сопровождение дает определенный результат и позволяет адекватно влиять на складывающуюся криминогенную ситуацию, отмечают правоохранители. Положительный эффект имеет место. В отношении двух лиц, осужденных с испытательным сроком, и в отношении одного лица, осужденного с применением отсрочки и исполнением наказания, был решен вопрос об досрочном освобождении их от наказания. Лица, состоящие на учете, задумываются, стоит ли им попадать в дальнейшем в места лишения свободы, так как тоже несладко там приходится им. Ну, кодируются, приходят регулярно на отметки, трудоустраиваются, как было видно из сегодняшнего заседания, то есть практически все вызванные нами лица трудоустроены, кто где, кто в СПК, кто работает у частных лиц, но официально. Ну, вот имеется положительная тенденция. Шанс на исправление есть у каждого, считают служители закона. Главное – желание самого человека изменить ситуацию в лучшую сторону. Виктория Бичурина и Александр Буров для программы «События». Спортивные новости. Видеообзор от Сергея Юрьевича. Здравствуйте. Субботу 2 сентября в стране прошли матчи 20-го тура футбольного первенства в первой лиге. В домашнем матче футбольный клуб «Сморгонь» не смог одолеть гранит из Микошевичей, уступив в итоге 1-3. Уже на седьмой минуте первого тайма главный арбитр встречи зафиксировал взятие ворот Сморгони. Автором гола в составе гранита стал Павел Теслюкевич. Всю первую половину матча сморгонцы пытались отыграть пропущенный мяч, но удача в этот день явно была не на их стороне. В самой концовке тайма один из бомбардиров гостей Ян Синкевич, не оставив шансов сморгонскому голкиперу Владиславу Хвину, удвоил преимущество своей команды в выездном матче. Во втором тайме заметно проявился характер футболистов Сморгони. Атаки на ворота гостей стали сменять друг друга, а их исполнителями становились даже игроки защиты. Это не могло не отразиться на игре гранита, футболисты которого заметно стушевались и осели у собственных ворот. Количество атак сморгонцев по законам футбольного жанра переросло в качество. На 65-й минуте форвард нашей команды Алексей Рудинок все-таки смог покорить неприступную крепость ворот гостей 1-2. Забитый мяч взбодрил игроков Сморгони и показал, что не так тверд этот гранит, поэтому нужно было успеть отыграть второй пропущенный мяч. Забитый мяч взбодрил игроков Сморгони И поразить ворота соперника. Первый с забивной позиции попал в перекладину, второй и вовсе не попал в ворота. После завершения основных 90 минут матча судья добавил еще 4. Казалось, этого времени должно хватить нашей команде на то, чтобы исправить ситуацию. Но с игроками Сморгони сыграло старое злое футбольное правило. Не забиваешь ты, забивают тебе. На первой добавленной минуте ворота Владислава Хвина влетел третий мяч, который забил Павел Забелин. После матчевого интервью газете «Светлый шлях» главный тренер Сморгони пояснил, что свежая голова и свежие ноги должны только усиливать игру команды на поле. Амбиции должны подкрепляться действиями. И вообще, замены не усилили игру, этого нам и не хватило, считает он. После 20 туров турнирная таблица выглядит следующим образом. По результатам голосования среди болельщиков и компании «Инстад» лучшим игроком матча в составе футбольного клуба «Сморгонь» признан Алексей Рудинок. Матч 21 тура футбольный клуб «Сморгонь» проведет на выезде против «Столичного луча» 9 сентября. Напомним, в первом круге эти команды сыграли в ничью 0-0. Внимание! В республиканской компании «Окноград» можно заказать окна ПВХ в рассрочку на 21 месяц без справок о доходах и без процентов. И это еще не все. При оплате в два этапа скидка 30%. Качественные окна по честным ценам. Позвони и убедись. В пятницу 8 сентября на территорию Сморгонского района придет теплый атмосферный фронт. В облаках появится прояснение. Ночью температура воздуха составит плюс 8-10. Днем столбики термометров покажут 15-17 градусов тепла. К вечеру возможны осадки. Ветер юго-западный умеренный. В субботу 9 сентября ночью пройдут дожди. Воздух прогреется до 11-13 со знаком «плюс». Днем без осадков температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. Ветер южный умеренный. В воскресенье 10 сентября сохранится теплая погода. Во второй половине дня пройдут дожди. Ночью ожидается плюс 13-15. Днем столбики термометров покажут 22-24 градуса тепла. Ветер южный умеренный. В понедельник 11 сентября по большей части территории пройдут грозовые дожди. Ночью температура воздуха составит плюс 15-17. Днем ожидается 19-21 градус тепла. Ветер южный умеренный. При грозе порывистый. Это были основные темы нашего выпуска. Впереди выходные. Берегите себя. Будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова